Рождественский пост Ну а самое главное, это не пост телесный, а духовный. Как раз и появляется у нас время, немножечко освободившись от заботы о накрытии вкусных и очень таких изысканных столов, для того, чтобы посвятить это высвободившееся время душе своей. А как это сделать? Вот мы сегодня об этом немножко поговорим. Я хотел бы посоветовать вам прежде всего обратиться к слову, к тому слову, которое было вначале. То слово, о котором сам сказал наш Спаситель Христос, не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Почему? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если мы не читаем, не просвещаем свою душу, то есть не питаем душу словом Божественным, то она, наша душа, тоскует, голодает и потихонечку замирает, покрывается огаменелым нечувствием, и ей становится либо все равно, что происходит, либо она совершенно ожесточается, либо приходит в уныние. Вот чтобы этого не происходило, Церковь нам предложила замечательное время постов. Ну а многие зададут вопрос, а что же почитать для души полезное? Я бы хотел посоветовать из Священного Писания Ветхого Завета обязательно почитать притчи Соломона. Почитайте книгу пророка Иезекииль. Если будет у кого возможность, советую еще раз, понятно, что многие из вас читали, просто перечитать книгу праведного Иова. Она так и называется, Иов. Эти книги помогут вам еще раз приблизиться к той не просто духовной традиции, а к примеру, как следует жить. Как следует в сегодняшних условиях переносить те испытания и трудности, которые выпадают на нашем жизненном пути. Кроме того, конечно же, я хочу посоветовать почитать вам, безусловно, Псалтирь Святую. У нас, например, даже создана такая интересная группа, которая, сами объединившись друг с другом, будут читать Псалтирь о здравии. О здравии родных, близких, благотворителей нашего храма, за что я очень благодарен этой нашей активной общине нашего храма, за этот труд, который они уже договорившись распределили, кто какую кофизму читает, молятся о здравии своих родных и близких, наших благодетелям и тех, которые уже потрудились в нашем храме и отошли в мир вечности. Конечно, вот только что составив этот список, мы пополнили, к сожалению, этот список усопших после последнего поста нашим дорогим владыкой митрополитом Исидором, его братом Владимиром Протеерием, монахиней Марии и многими другими, которые за этот короткий путь от поста предыдущего к рождественскому посту уже оставили нас. И мы будем теперь молиться о их упокоении. Кроме того, хочу посоветовать вам почитать детям. Мы получаем совершенно удивительное издание книги Библии для детей. Я бы назвал не просто иллюстрированным изданием, но канонически исполненным иллюстрированным материалом, который позволит нам показать детям не просто какие-то раскраски или, может быть, различного рода рисунки, которые мало напоминают нам об иконах. Практически в этой книге рассказывается иллюстрированным материалом, очень коротким содержанием о великих святых и о событиях праздников. В этой детской Библии мы увидим прекрасные иллюстрации Рождества Христова, принесения даров, золота, ладаной, смирной, пресвятой Богородицы, которая родила нам в мир Спасителя Христа, волхвами, которые в руках своих держат эти принесенные дары волхвов. Одним словом, перед сном детям в удобное время вместо гаджетов, конечно, сегодня время цифровизации, но неужели мы не устали от нее? Неужели нам не хочется прикоснуться к чему-то естественному, книжному? Я хочу попросить вас, не забывайте детям читать хорошие книжки. Читая Священное Писание Нового Завета, я бы хотел посоветовать вам пользоваться обязательным толкованием святых отцов. И в этом году, в этот рождественский пост, хочу предложить вам толкование святителя Николая Сербского, который действительно очень современно, для нас понятным языком, толкует евангельские не просто главы, но воскресные чтения и зачала, для того, чтобы мы могли удобнее не только понять, но и применить к себе в нашей современной жизни. И вообще посоветую вам читать все, что вы найдете из творений этого удивительного святителя, сербского Николая, для души вашей и для пользы вашего духовного спасения. Кроме чтения Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, Святоотеческой литературы, мне хотелось бы посоветовать и почитать вам более современных к нам уже старцев, подвижников благочестия. Три небольшие книжки, которые есть в наших церковных лавках, автором которых является архимандрит Иоанн Кристианкин. И из этой небольшой книжицы я не могу не прочитать вам буквально две маленькие цитаты. Память и доверие Слову Божию должны для нас стать постоянной ежедневной заботой. Для Господа надо быть готовым на всякий труд, на всякую жертву, даже на самую смерть, если Господь призовет нас к этому. Вот эта постоянная готовность к жизни вечной, то, чем жили сами старцы, то, как они готовились к этой вечной жизни. Есть некий добрый совет для всех нас, еще в этом временном мире, странствующих, но потихонечку идущими этим путем всей Земли, куда рано или поздно все придем. Вот не заботиться об этом, мне кажется, как раз было бы, наверное, самым, самым высоким, как бы, неразумием. Кроме того, я хотел бы показать вам еще книги, которые мы получили совсем недавно из епархии. Это письма духовным детям Игумена Никона Воробьева. Совершенно удивительные советы, которые, если мы откроем и почитаем, мы поймем, что это письма, духовные советы каждому из нас. Как полюбить Христа? Ну, как же не взять эту небольшую книгу по святым отцам и не почитать ее в выдержках, в цитатах, в наставлениях о том, чтобы не забыть об этой главной любви к Богу? Хочу посоветовать еще одну замечательную книгу, называется «Звезда Вифлеема». Здесь рассказывается о подготовке к Рождеству Христову, о событиях, которые сопровождают то главное событие, которое легло в основу, в том числе и празднование Нового Года. И здесь мы с вами сможем почитать не только сами, но и нашим детям о пророчествах и о пророках. Кстати, очень интересно не просто вычитать из Священного Писания, а прочитать уже собранные пророчества из книг пророка Даниила, из книг пророка Исаии о Спасителе, который придет в мир спасти всех нас, и о многом-многом другом, что наверняка будет интересно и вам, и вашим детям. Еще одну книжечку не могу не показать, она называется «Когда Бог далеко. Книга-притч и утешение». Вот очень многие из нас любят притчи, это короткие рассказы, очень поучительные, нравственные и духовно богатые. Также можно будет почитать эту книгу. И еще одну хотел бы показать вам замечательную книгу Александра Торика, она называется «Аллея любви». Как нам всем не хватает любви, ведь по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Давайте проведем этот спасительный пост, приобретая самое главное, через чтение, через воздержание от скоромной пищи, не просто какого-то физического или даже духовного здоровья, а в приобретении любви. Я хочу пожелать вам в семьях не ссориться за время рождественского поста, наоборот, постараться примириться с теми, кого кто-то из нас обидел, может быть, кого-то обидели мы. И поэтому давайте приготовим свою душу, как те убогие ясли, к рождению в них Иисуса Христа, также и в нашем сердце, и в нашей душе. Давайте приготовим место для рождения Спасителя. Вот дай Бог нам понять, что рождение Христа – это прежде всего для нас, для каждого человека, чтобы каждый мог спастись и в разум истинный прийти. Желаю вам с пользой провести рождественский пост. Конечно же, постарайтесь не пропускать воскресных богослужений, почаще причащайтесь, сейчас проходят даже общие исповеди, и в этот период постарайтесь как можно чаще причащаться святых христовых таинств. И пусть Господь и Пресвятая Богородица помогут всем нам пройти этот путь и поклониться яслям Христовым, где ради нас и ради нашего спасения ждет нас наш Спаситель и Господь, и Иисус Христос, который да поможет нам пройти этот путь и поклониться этому светлому празднику, который уже ангелы поют на небесах. И вот дай Господи нам вместе с ангелами прославить родившегося Христа Жизнодавца. Мир всем вам с наступившим рождественским постом и храни всех вас Христос!